Вот она горькая правда. Сейчас я закругляюсь уже. Сейчас быстро прорисну, хочу. Так, седьмого, все не десятая, седьмого уже шла работа. На несколько дней оттаяла снег, сейчас снова довалило. Но ребята работают и в снег, и не в снег. Смотрите, это верхушки персиков, они будут выброшены. Но если бы мне вот это вот, в советское время, когда были другие деньги, ну допустим, тогда тысячи рублей были большие деньги. За этот тазик я бы тысячу рублей отдал. Это было где-то 4 или 5 моих. Тогда еще, когда пускали, зарплаты были мазники. Ну допустим, 250 рублей. Вот 4 зарплаты, 1000 рублей. Отдал бы. Вот за эти вот верхушки. Такая у них цена. Они уже в этом самом. Они уже приготовили к сжиганию. Вот. Ну и очень важный момент. Мое открытие. Мое. Однажды мой друг, мой земляк. Вот. Он просто сыроватка. Да я не знаю, что у него такой талант. Он такие ножи делал. Но делал охотничьи. И сейчас делал. Кстати, я ему уже помог один продать за 5000. В руки возьмешь, так хочется чуть-чуть. Что-нибудь отрезать. Особенно, когда он вот так вот делает и все. Че-че-че. Волосом уже нет. И вот он всего недавно, несколько, до вебинара два назад, он посмотрел мое кино. Вот это же. Ну, то есть мы из этого фильма делаем потом с братом. Посмотрел, убедился, что очень проблемы есть. Я осветил эту проблему. Ножды или некачественные, или очень дорогие. Два варианта. Некачественные и дорогие. Середины нет. Тут же сделал два ножа. И эти два ножа, значит, ко мне... Это важный момент. Я не хочу, чтобы он их делал. Вот сейчас. Сегодня он искалечил руку. Правда, искалечил ее этим. Болгаркой, не ножом. Вот. Вот видите? Это последний непроданный нож на данный момент мною. Потому что, ну, что-что, ну, как торгаш, он против меня, конечно, это... Как столь его против плотника. Помните выражение? Так вот. Такой нож. Я уже показывал ему. Почему я показываю? Потому что, еще раз, о технике безопасности. Вот. Приносит нож. Я раз. А он средств не делает. Я растерялся. Красивейший нож от поляра. Острейший его. Вот так вот. Раз. И все эти. Вот они, волосы. Видите? Вот. И вдруг нет. Я говорю, а что ж ты на другую сторону-то наточил? На другую. Как бы до левшей. Он про это не знал. Он считал, что надо вот так резать. Я говорю, Олег, милый, я сейчас помогу тебе ножи. Ты делаешь, а я продаю. Я тебе помогу делать. И люди, вот этим левосторонним ножом, подрезают все пальцы с гарантией. Ты сделал нож для этих самых, для левшей. Что вы думаете? Этих двоих ножей, это третий нож. Вот. Первые два ножа, что он привез, уже все. Уже уехали. Покупателем. Вот. Ну, цену назначили 3000. Недорого, не это. Ну, он-то устроит, конечно, что там говорить. А дальше уже следующий нож. Вот. Все еще ножи. Уже парочку мы выслали тоже. Это уже правильно. Вот так вот. Вот так вот. И, значит, это получается идеальный срез. Вот. Ну, сейчас ажиотаж закончится. Я еще и Сергею такой нож. Уже я у него куплю. Вот. А пока все тут же деньги прислали, даже не ожидая, когда я их испытаю. Теперь надо их разослать. Мы уже должники. Вот этот момент я хотел отметить. Главное – техника безопасности. Только на себя. Все равно не исключается. Я сделал за свою жизнь 30 тысяч врачу саженцев. Руки резал. А попробуй. Любое малейшее движение. Острый как бритва. Он острый бритвы. Вот это талатище. А рукоятка какая? Ой-ой-ой. Что интересно, он сделал один нож как бы под женскую руку. Что вы думаете? Нож уже ушел к той женщине. Да? И уже вторая пишет. Имеет по женскую руку. Вот впереди что? Впереди, не спеша, он в среднем может за сутки делать один, максимум два ножа. И то еще как травма сейчас кажется. Непонятно. Вот этот момент. Если вернуться к нормальной жизни, то что получается? Значит, вот он, Селинген. Вот этим ножом работает Сергей. Эти ножи были в продаже свободной. В России хотя импортной, но свободной продажи. Сейчас все исчезло. Только интернет остался. А этот интернет, это очень сложно. Я думаю так, что вот на экране еще раз показываю. Поверьте мне, старому приватчику, это вещь. И стоит 3000. И вот когда он сегодня повредил руку, пришел фотографию с окровавленным пальцем. Первый ляг, прекращаем заказы принимать. Нет, нет, нет. Продолжаем. Ну ладно. Делай дальше. Еще как-то объяснить, чтобы вы понимаете. Значит, были отклики, были комментарии. Один из них так. Да у нас в России этих специалистов. Или он про Украину? А, он про Украину. Нет, про Россию. Да в конце концов не важно. Пруд, пруде мы с самодельными ножами можем сами накормить страну. Только я забыл, какую. Россия или Украина. Что вы думаете? Ну уж, кто из вас не знает Олега Олеговича Мезинова? И вот его друг, вот сейчас, извини, дружеск, я даже имя твое не помню. Значит, с Олегом из Брянска. Вот. А они, оказывается, левшие. И Мезинов, наш волшебник, которого я называю один из лидеров. Вот. И вот этот товарищ заказали нож под левую руку. Подожду два. Ждали 40 дней. Объясняли. Созванивались 10 раз. Заточка под левую, левую, левую руку для среза на себя. Итог на фото. Сделал под правую. И они сейчас сидят, а деньги уплатили, я забыл, сколько? Ну, немало, скажем так. Итог на фото знает, что им делать. И что им с этим ножом делать? Они левши под правую руку. Ребята, вот третий нож под левую, еще не продано. В любых случаях говорю. Но если все эти годы меня доставали левши, а нам-то что делать? А нам же как? Вот. А мы не умеем. Я говорю, перетачивайте, любой токарь возьмет нож правосторонний, с одной стороны заточка. Ну, получится поуже. Может, качество похуже. Но перетачивать надо. Вот так вот. Вот, пожалуйста, вам и специалист. Делал, 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 и деньги взял. И все равно не сделал так, как люди просили. Вот это горькое письмо. Причем второй был как раз Олег Лезина. А, Иван Смолецкий, вот кто автор этого письма. И вот эти фотографии. Там еще была, другие еще были проблемы. Вот. И наляпаны, и наклеены там.